Богдан, скажи, что ты хочешь получить в подарок на Новый Год? Я хочу на Новый Год в подарок машину. Ого, круто! Полина, а ты? А я... новый телефон. А я хочу получить на Новый Год, наверное, новое платье. Ребят, как вы думаете, что хотят гомячане получить в подарок от Деда Мороза в Новый Год? Ну, можно у них об этом спросить. Точно! Пойдемте спрашивать. Ну, пойдемте, я тоже. Есть ли у вас новогоднее настроение? Ну, естественно, есть. Все-таки Новый Год на носу. Пытаюсь его себе создавать. Ну да, новогоднее настроение уже потихонечку приходит. Единственное, что елка еще не наряжена, но я думаю, что мы еще успеем. Можно так сказать, наполовину. Ну, желательно, конечно, чтобы лучше было настроение. Ой, в этом году оно такое очень смешанное. Да, конечно, давно уже появилось в этом году. А у вас? Ну да, есть немного. Ну, немножечко есть. Ну, в принципе, есть. Только, правда, работы много, поэтому не всегда хватает его. Как вы будете провожать 2020 год и встречать 2021? Ну, как обычно, наверное, как провожают с какими-то приятными событиями. Напомню себе о них, да. Ну, а встречать, конечно, с новыми желаниями, мечтать. Провести очень быстро, а встретить очень спокойно. Так, чтобы вот утром проснулся и никуда не надо было лететь, бежать. И чтобы на работу не надо было идти. И чтобы, может быть, сходить в СПА какой-нибудь прямо вот в первый же день Нового года. В этом году у меня работа. Буду 31-го работать и 1-го тоже, поэтому, наверное, с семьей буду. Я думаю, что мы будем и встречать, и провожать в кругу семьи, так как это делаем мы обычно и обязательно с хорошим настроением. Конечно, в кругу семьи, в кругу внуков, чтобы было, конечно, у нас все благополучно. В основном, конечно, дома. Я буду встречать в кругу своих близких и своих родных друзей. Наверное, своей семьей, только так. Буду находиться на работе, на дежурстве. Как обычно, в кругу своей семьи. Какой вы помните момент за предыдущий год? Ты знаешь, вообще этот год сложно очень. И для многих он такой, то коронавирус, то какие-то политические вопросы. А у меня он получился классный. У меня в этом году получилось открыть онлайн, не школу. Там, где учатся детки со всей Беларуси. И им нравится учиться, представляешь? Я переехал в свою квартиру. Очень, 20-й вообще год очень хорошо запомнился, наверное, на всю жизнь. Вот, на хороший момент. Мне довелось побывать за границей. Вот, и мне там очень понравилось. Это было, конечно. Какой подарочек вы ожидаете под новогодней елкой? Ну, здоровья. Прежде всего, всем. И чтобы ушла эпидемия. Знаешь, я всегда, когда наступает Новый год, и у меня спрашивают, что тебе подарить на Новый год, я никогда не знаю, что мне нужно. Поэтому пусть там окажется что-нибудь неожиданное. Вот такое, от чего я проснулась бы утром и сказала, Ого! Это мне так нужно, а я даже об этом не знала. Я, в принципе, любому подарку рад, что подарят. Я вообще такой человек, что для меня главное внимание. Радостный, что был подарок у нас. Это чтобы наши дети что-нибудь препонесли приятное бабушкам, дедушкам на Новый год, чтобы мы не огорчались. Лучшие подарки – это вы, оценки ваши. Гантели и чистые души. Что вы пожелаете Новый год себе и другим? Пусть все желания всех белорусов в этом году исполнятся. Ну, наверное, ценить свою семью. Для меня это очень важно, для меня это кровообойно. Поэтому ценить родных и близких. Пожелаю здоровья и хорошего настроя на будущий год. Пускай все у всех получится. Ну, наверное, чтобы мечты активнее сбывались, чтобы просто достигались цели, которые мы хотим. Наши цели – это наши желания. В первую очередь, всем здоровья, счастья и удачи во всех их личных делах. Хорошего настроения, как говорится, успехов в каких-то моих начинаниях в следующем году. Ну, а всем остальным, конечно же, тоже настроение, здоровье, любви, счастья, новогодние подарков обязательно, чтобы их близкие не забыли о подарках, а как можно чаще в следующем году их им дарили. Я хочу пожелать всем людям, чтобы они не отчаивались и какой бы год не был тяжелый, чтобы они всегда были открыты и были открыты не только по отношению к своим близким, но и ко всем окружающим людям и также животным, которые живут на улице. Прежде всего, наверное, здоровье, потому что этот год показал нам не очень лучшую сторону. Поэтому здоровье, любви всем, удачи. Ну, и прежде всего, чтобы детки, которые находятся в детдоме, нашли своих родителей. Конечно, это самое хорошо. И всего хорошего всем остальным. Ну, конечно, здоровье, долголетие, внукам, мамам, папам, радости, вот, жизненного, как говорится, оптимизма, чтобы они никогда не болели, не страдали ничем. Ну, мира на земле и радости. Этот год, конечно же, выдался трудным для всех белорусов, но мы с оптимизмом смотрим вперед и пожелаем всем гамильчанам в 2021 году здоровья и счастья, любви, успехов и удачи. С Новым Годом! Белый снег украсил город. Новый год вот-вот придет. И под елкой очень скоро каждый свой сюрприз найдет. А в письме к Деду Морозу я прошу для всех-всех-все, в мире пусть не льются слезы, а звучит веселый смех. По лунной искристой дорожке струится серебряный свет. Пусть год принесет только радость и счастье на множество лет. Дарите подарки друг другу и теплые эти слова. Счастливого Нового Года! Счастливого вам Рождества!